Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». 11.06 в Кирове начинается программа «Дневной разворот». Традиционная рубрика «Разворот на бизнес» и у микрофонов Олег Прохоренко. Доброе утро или день. Можешь меня представить? И Светлана Занько. Здравствуйте. Главный редактор «Эхо Москвы» в Кирае. Олег Прохоренко главный редактор. А тема у нас сегодня, ну, как правило, мы берем темы какие-то там на злобу дня или посвящаем эфир какому-то сектору бизнеса, рассматривая его вглубь и вширь. Сегодня мы решили поговорить о стартапах. Не о конкретном направлении, да, а о тех молодых людях, или не очень молодых людях, которые рискнули в кризисах. Кризис у нас длится перманентно. Так, мы вчера сидели и рассуждали. Что будет за кризис? Решают уйти от дяди и открывают свой собственный бизнес. Так и называют? Так и называется программа. Уйти от дяди, стоит ли открывать свое дело в кризис. Вот об этом мы сегодня поговорим. В гостях у нас Ольга Чаузова, замглавы Департамента развития предпринимательства и торговли Кировской области. Очень приятно, что Ольга Николаевна откликнулась. У нас Марина Брусова, это руководитель репетиторского центра «Лобачевский плюс». Здравствуйте. Вот, и моя коллега Мария Петухова, инициатор создания детского клуба «Жираф». Здравствуйте. Так, вот так мы Машу обозначили, инициатор создания. Я бы сказала, сейчас это называется креативный директор какой-то организации. Вот Маша, креативный директор детского клуба «Жираф». Как обычно, у нас на сайте хакирова.ру и в нашей группе ВКонтакте есть опрос. Сегодня он звучит следующим образом. Что бы вы предпочли в кризис? Три варианта ответа. Работать в стабильной компании на фиксированной зарплате, работать на себя, работать по найму и иметь свой бизнес. Надо сказать, что люди очень осторожно подходят к выбору ситуации, да. И на сайте хакирова.ру лидирует сейчас ответ 63,6%. Работать в стабильной компании на фиксированной зарплате. На втором месте работать по найму и иметь свой бизнес. Работать на себя никто не хочет. В нашей группе ВКонтакте 56% также выбирают ответ работать в стабильной компании на фиксированной зарплате. Работать на себя хотят 32%. И работать по найму и иметь свой бизнес. 12%. Напоминаю, что ВКонтакте более молодая аудитория. Они смелее отвечают на эти вопросы. Прежде всего, мы, наверное, хотели бы поговорить, что мы с тобой сделаем. Начнем с бизнесов или начнем с Ольги Николаевны? Мы с бизнесом регистрировать ИП и открывать свой бизнес. Я выбрала именно по ним, по индивидуальным предпринимателям. Соответственно, в первом квартале, если для сравнения 2015 год зарегистрировалось вновь 1452 предпринимателя, в первом квартале 2014 года в прошлом году 1721. То есть есть определенные снижения. Если берем весь год 2014, то 5721 зарегистрировалось в год. В среднем примерно такая цифра ежегодный у нас прирост предпринимателей есть. Единственное, что ежегодно и ежеквартально у нас и снимаются с регистрации индивидуальные предприниматели. Цифра эта, конечно, ниже, чем вновь открывающихся, но тем не менее она есть. Вот если берем первый квартал этого года, то 1452, я уже сказала, зарегистрировалось вновь, 1207 сняли с учета. В прошлом году за первый квартал 1721 зарегистрировалось, 1164 сняли с учета. Я посмотрела аналитику в Пермском крае, аналогичные периоды, если посмотреть, то там в два раза больше количество предпринимателей. На 1 апреля 2015 года 69 684 в штуках, если да, в количестве, в единицах. У нас, я уже говорила, 33 579. Но и количество населения у нас в два раза меньше относительно Пермского края. Так что соотношение, да, я почему Пермский край взяла, потому что у нас скоро будут не Кировской области, а Пермском крае, и поэтому уже, можно сказать, родной регион. Мы уже традиционно сравниваем себя с Пермью, да, есть такое. Ну вот если мы посмотрим, да, то, что было сейчас озвучено, 1452 на первый квартал открылось ИП, 1207 закрылось, 243 чистые выхлопы, да, тех, кто держится и тех, кто развиваются. Примерно такая же ситуация получается и за прошлый год, и, наверное, вообще это стабильная такая ситуация. В общем, здесь ничего удивительного нет. Мне кажется, это не только что касается. И потом здесь же отложено, то есть закрытие, оно отложенное, да, это не те, кто открылись, закрылись. Конечно, это предыдущие, кто открывались. У кого не пошло в предыдущие годы, поэтому, или в кризис. Либо какая-то причина, либо открывают место ИП, перерегистрируются в ООО, либо там в другой регион уходят уже, как вариант. Развиваются, перерастают в какую-то другую форму. Но мы все-таки говорим о тех, кто открывается, да, и сегодня в гостях у нас ребята как раз те, кто отважился, и те, кто, в общем, в свободное плавание пошел. Может быть, коротенько историю. Начнем с Марины. Марина, почему, я знаю, что закончила Нижегородский институт Лобачевского. Да, конечно. Все верно, да, и вернулась в Киров. Почему решилась создать свое вот такое репетиторский центр, агентство, я бы сказал, репетиторское? Ну, на самом деле, вот все говорят о том, чтобы работать на дядю или не работать на дядю. То есть у меня такого вопроса передо мной не стояло. Просто как-то вот со студенчества так я начала работать репетитором, мне это понравилось, начала развиваться в этой сфере. А ты что, математику, физику? Математику и физику. И то, и другое. Да. И старшеклассником уже? Я занимаюсь в основном со старшеклассниками, да, и одиннадцатиклассниками. И в какой-то момент уже встал такой вопрос, чтобы остаться в этой сфере, но уже как бы, чтобы работа была какая-то стабильная и надолго. То есть, ну, вот поэтому и возникла такая идея. То есть не было идеи просто создать бизнес какой-нибудь. Была идея остаться в образовании, и поэтому вот возникла. А как, а ты вернулась домой с обучения и сразу же решила, ага, пойду, открою ИП. Несмотря какой рынок, сколько необходимо репетиторов, или всё-таки была какая-то подготовка? Пару лет я училась пока в Нижнем Новгороде, я работала тоже в Нижнем Новгороде, и собиралась центр репетиторский открывать там. Естественно, там уже и контакты были налажены, и база клиентская была. Ну, вот так получилось, я приехала в Киров. Первый год я на самом деле думала, что это всё дело не пойдёт. Первый год я просто ездила, сама занималась просто с ребятами, смотрела, кому это нужно, кому это не нужно. Оказалось, что в Кирове это тоже безумно популярно. Да, востребовано. То есть первый год вот я занималась сама, второй год я ездила даже сама к ребятам, второй год я уже снимала помещение небольшое, но тоже только для себя. Ну и вот с этого года у нас уже репетиторский центр. Вот это вот хороший вопрос, я тоже всё время думала, потому что репетиторские услуги предлагают огромное количество людей. И мы знаем это прекрасно, учителя в своей же школе, своим же ученикам дают такие уроки, репетируют, натаскивают, что называется, на экзамены. Это причём официально даже делается, есть факультативы, где учителя за оплату оказывают... Я не знаю насчёт факультативов сейчас, поскольку мы помним, что сокращаются расходы на различного рода факультативы и дополнительные занятия. Огромное количество учителей, и не только молодых, наоборот, уже предпенсионного и пенсионного возраста, репетируют. И вовсе не собираются открывать никакие центры, прекрасно себя чувствуют, репетируют прямо на дому. Поэтому мне и было удивительно, почему именно центр, почему нужно было снимать помещение и, видимо, привлекать коллег, которые теперь тоже оказывают услуги. Почему вы решили это сделать? Я не воспринимаю эту работу как какую-то дополнительную, то есть как какое-то хобби для меня. Мне кажется, что есть в чём развиваться, есть куда развиваться. И хочется, чтобы вот действительно был такой центр, который бы предоставлял такие услуги, которые были бы очень востребованы. То есть чтобы действительно так готовить ребят, например, к тому же ЕГЭ, чтобы вот все в городе, например, про нас знали. Да какое количество коллег с тобой работает сейчас? У нас 4 репетитора по математике, математика самый востребованный предмет, ну и 5-6 репетиторов у нас по всем остальным предметам, то есть они менее востребованы. Это всё молодые люди? Это и молодые люди, то есть примерно моего возраста, и люди уже отработавшие, так скажем, некоторое время в школах. Почему они выбирают тогда центр? Почему они не на дому эти услуги оказывают? Это более стабильно, это удобно, то есть не надо ездить по городу. Я вот сама поездила один год, и в тот момент мне было нормально, то есть я не думала, что это как-то вот прям долго и муторно, холодно. А сейчас я вспоминаю, может быть, конечно, я просто повзрослела, вспоминаю и понимаю, что я не хочу вот так вот ездить по городу год от года. Хочется просто сидеть, принимать учеников, давать им качественное образование и не уставать от того, что ты ездишь по городу. Марина, ну ты продолжаешь само репетиторство? Конечно, да. И что занимает больше времени? Какие-то вещи по организации процесса для других или всё-таки своё собственное репетиторство? На самом деле, наверное, само репетиторство мне нравится больше, поэтому больше внимания я ему уделяю. Тем более у меня одиннадцатиклассники, то есть это должна быть своя программа подготовки к ЕГЭ. Это определённая ответственность, ну довольно очень большая, я бы сказала. Поэтому какие-то дела по управлению центром, они всё-таки на втором плане. Ну и пока что всё-таки впереди лето, вот у меня всё лето в разборе ошибок, в мыслях и вот всё управление, всё лето. С кем ты советуешься? То есть есть у тебя человек, который мог бы тебе подсказать, такой ментор, наставник? Или ты делаешь всё вот сама, как сама решишь и сама разбор полётов устраиваешь сама свой? Ну вот как вы сказали, наставника у меня нет. Но есть люди, которые тоже, например, мой одногруппник, у него тоже репетиторский центр в Нижнем Новгороде. Мы советуемся, он тоже, получается, моего возраста, то есть мы тоже совсем-совсем оба недавно начали. У нас и у него, и у меня есть уже свои ошибки, мы делимся этими ошибками. Есть люди, которые помогают мне с написанием сайтов, например, какие-то советы дают. То есть на самом деле в окружении очень много людей, которые мне помогают. Почему-то не знаю почему, все такие добрые, хорошие, ну и слава богу. Давайте к Маше перейдём тогда. Маша, откуда взялась эта идея? Я работала-работала себе заместителем главного редактора бизнес-новостей. Тут, бас, для меня вот это было на самом деле удивительно. Я даже не сразу отреагировала. Я не совсем поняла, что это ты, что это центр, в котором ты принимаешь активное участие. Почему-то вдруг решила прямо... Это же в этом году всё случилось. Прямо в самые страшные времена, когда все мучились тем, что, боже мой, что делать? Зарплаты, сокращение, увольнение, как выживать. И тут бабах, и вы открываете своё дело. Ну, это идея лет пять, наверное. Мы ещё когда-то с сестрой обговаривали довольно серьёзно, что, может быть, откроем детский центр. Но тогда не срослось, и я была вся занята журналистикой, и было вообще не до других совершенно дел. А тут обстоятельства так сложились. Я ещё же готовлюсь стать мамой в скором времени. Получилось, что из журналистики всё равно на какое-то время уходить. И меня очень пугала, страшила та ситуация, что я буду заниматься только ребёнком и не буду развиваться никак сама. То есть такая нетипичная мама. Большинство мам, наверное, мечтают как-то дома посидеть, три года отдохнуть. Но, правда, это очень серьёзная тема. Я думала о том, чем я буду заниматься дальше и как, куда, в какую область развиваться. А с детьми работаю, так получилось, что, ну, то есть давно, пока работала в бизнес-новостях, конечно, с детьми мало соприкасалась. Но право на творчество, опять же, того года, да, мы сделали такой замечательный проект. И мама, папа, я здесь. Мама, папа, я здесь. То есть меня так тянет в эту сторону всё равно, и никуда от этого не деться. А в университете мы активно ездили с друзьями в лагеря, вожателе. И это, наверное, были самые золотые годы. А ты заканчивала? А исторический факультет – педа. Вот. То есть я педагог, правда, не дошкольник. Вот. А здесь обстоятельства так сложились, что мы решили с нагруппницей, что, ну, пора. Вы подходили основательно, да? То есть вы искали действительно достойное помещение, которое под нормативы подходит. Искали людей, которые будут услуги оказывать дополнительные. И услуги сами. Какие именно, да? Естественно. Нет, вообще, если рассчитывать, что центр будет работать не полгода, а достаточно стабильное количество лет, да, то мы не можем открывать центр в помещение, которое для этого не подходит. Поэтому вот этому вопросу было уделено довольно много внимания. Мы несколько месяцев ездили по городу. Мы искали, узнавали. Либо слишком дорого, либо цоколь, либо ещё что-то. А требования к помещению под детский центр, под студию развития, под, ну, вообще, учреждения по работе с детьми, они достаточно серьёзны. Мы консультировались с Владимиром Валерьевичем Шибардином. Он нам список, в том числе. Детский омбудсмен наш. Да, предоставлял, на что, в первую очередь, обратить внимание, СанПИН изучали. Ну, то есть, да, подходили основательно. А трудно ли было найти единомышленников, которым, ну, чтобы расширить перечень услуг предоставляемого центра? Вот, как Марина уже говорила, это удивительно, и каждый Next мне об этом говорит, ну, то есть, у нас рубрика в газете Next, да, где мы про молодых предпринимателей рассказываем. Все абсолютно говорят в один голос, что вокруг молодого предпринимателя всегда есть те, кому хочется помочь, хочется поддержать как-то. Ну, то есть, в окружении именно черпается помощь. Вот. То же самое могу сказать, то есть, и какие-то наши знакомые подключились, много было достаточно поддержки, ну, и сейчас, то есть, так как мы только начали еще работать. Вот смотри, это очень важный момент, потому что пугает, я уверена, очень многие, что вот у меня замечательная идея, я хочу предложить уникальную услугу. Мне кажется, она должна быть востребована. И потом месяцами, через рекламу, через присутствие в СМИ, через какие-то акции, через сарафанное радио, человек доказывает, что, ребята, это здорово, вам это нужно, точно необходимо, и удивляется, почему люди не реагируют. Начинает говорить, что Киров город такой, он отсталый, вот непрогрессивный, та-та-та-та-та-та. И в итоге, скорее всего, закрывается или перепрофилируется, или, может быть, слава богу, при счастливом стечении обстоятельств, через какое-то время доказывает, но там уже и силы заканчиваются. У вас ниша, она такая, я бы не сказала, что пустующая. Она очень насыщена конкурентами, и мы знали, на что идем. Я просто считаю, что заниматься надо тем, что тебе нравится. То есть я и журналистику не бросаю, и с детьми хочу заниматься. Но вот когда вы описывали услуги, которые вы собираетесь представить, анализировали, вы просто ориентировались на людей, которые готовы были работать в вашем центре и также точно заинтересованы в этом, делились своими талантами, знаниями, умениями, навыками, или вы отталкивались, наоборот, от того, что наиболее сейчас востребовано, а может быть, вообще никем не предоставлено? Ну, скорее, второй вариант. От того, что востребовано? Или не предоставлено? Таких услуг, которые никем не предоставлены, в Кирове, наверное, уже, ну, не знаю, сложно поискать. Нет, есть. Всегда можно найти идеи какие-то за рубежом, особенно. Можно. Я на самом деле точно могу сказать, что услуга, которую вы оказываете, это театральная студия, ее нет такой в городе Кирове. Это на своей шкуре испытала. Минута рекламы. Испытала. Нормальная минута. Я из тех людей, которые их хочется всегда поддержать. Потому что не секрет, вот делились тут за эфиром, что у нас особенности такие региона, что не очень развит речевой аппарат у ребенка. И очень важно развивать дикцию, да, как слова произносить, какую экспрессию вкладывать. Это все действительно сказывается на дальнейшем. Развитие обучения и на русском, и на математике вообще везде и всюду. И здесь вдруг я смотрю, что это именно то, что нужно. Дыхательные упражнения, да, вот все вот это. И я поняла, что и самое главное, ребенку нравится. Видимо, когда чего-то не хватает, вот недостаток, и ребенок испытывает трудность, он быстро реагирует на занятия. Потому что мы пытались в разные театральные студии ходить, и все это было не то. Света, можно я тебя немножко прерываю. Пока Ольга Николаевна у нас здесь, и я надеюсь, что она, может быть, останется и на вторую половину. Мне бы хотелось, по крайней мере. Я бы поднял вопрос о том, есть ли вещи, которые можно было бы сделать проще, если бы государство, муниципалитет, какие-то структуры помогли с поиском помещений, с поиском заемных средств, с поиском рекрутингом, с чем-то еще. Но уже сейчас, допустим, если раньше нельзя было размещаться даже на первых этажах жилых домов, то уже в прошлом, по-моему, году приняли изменение, что можно теперь. Это серьезный плюс в нашу пользу, потому что найти такое помещение, которое еще и не в жилом доме, просто нереально в городе. Это только должен быть какой-то детский садик из переделанного муниципального садика. То есть, в принципе, это бы сильно, серьезно облегчило вашу участь, если бы муниципалитет взял на себя время найти вам, подыскать вам подходящее помещение, или как? Я не рассчитываю на помощь государству как таковую, потому что, ну, а зачем? С какой целью тогда открывать какое-то заведение бизнеса, рассчитывая при этом на полноценную такую поддержку? Марина, в вашем случае как? На самом деле, мне тоже кажется, что когда начинаешь заниматься бизнесом, не стоит вообще рассчитывать на государство. То есть, поможет, хорошо, не поможет, ну, в общем-то, действительно, на то и шли туда. А что значит поможет, хорошо? То есть, вот какие мысли были в голове, что хорошо бы, если бы вот это, вот это, вот это? Было бы неплохо, если бы, например, на начальном этапе мне бы дали субсидию. Это было бы очень даже хорошо. Но ее не было. Но ее не было, да. И поэтому, в общем-то, я не рассчитывала на это. То есть, я не, у меня в доходах и расходах не учтено, что вот мне обязательно должно помочь государство. А вот сейчас, когда вы уже работаете сколько? Два года, да? Год еще. Год. Вот сейчас чувствуется потребность в новых инвестициях в сторонних? Или нет? Справляетесь сами? Есть ли возможность для расширения? Я, в общем-то, наверное, могу справиться сама. Ну, конечно, не помешало бы. Вот теперь вопрос Ольги Николаевны. С точки зрения, помощь может быть разная. Это может быть помощь в виде грантов, это может быть помощь в виде обучения тьютеров, тех же менторов, да, и так далее. Вот область на сегодняшний день, какие программы реально может начинающим предпринимателям предоставить? Для начинающих у нас, прежде всего, это образовательный курс. Курс мы ежегодно его проводим уже с 2006 года, и он востребованный два раза в году и один раз в год, и продолжительность курсов была от 500 часов, сейчас это 100 часов. Востребованы курсы, минимум мы требования выставляем 50 человек, чтобы в группу было зачислено по факту, там под 100 заявок появляется. На сегодня группа 80 человек проходит обучение, я вот ходила с ними, как раз встречалась и читала информацию о мере государственной поддержки. На самом деле воспринимают очень с интересом, конечно же, но сразу им даю установки, девочки вообще замечательные, начинающие предприниматели, они не должны, начинающий предприниматель, строить свой бизнес, рассчитывая изначально, что может у него получиться только благодаря господдержке. Однозначно нет. Понятно, образовательные, те знания, которые мы даем в рамках нашего курса, они полезны и желательны, и рекомендуется наверняка всем пройти, начинающим предпринимателям, чтобы минимизировать свои ошибки на старте, потому что все равно выживаемость бизнеса именно в первые годы, она достаточно низкая, а после наших курсов все-таки она значительно выше. То, что можно получить льготные займы по итогам обучения, мы об этом всегда говорим, до 500 тысяч рублей на два года, на старте ни один банк и даже наш фонд поддержки предпринимательства, если не проходил курсы обучения, получить кредит, к сожалению, невозможно у тебя, если даже нет оборотов. То есть это, в принципе, заемные средства на открытие бизнеса, это не грант, это возвратные средства. Гранты у нас, вот, 12 муниципальных образований, моногорода, которых есть, предоставляют гранты на открытие бизнеса в рамках муниципальных программ, на это мы также даем областные и федеральные средства в рамках нашей программы поддержки предпринимательства областной, государственной программы. А там только 50? Нет, это не та сумма, которая вот по линии службы занята всегда, 58-800 годовой размер пособия по безработице, мы даем сумму до 300 тысяч рублей, это в 13-14 году, а в 15-15 году, нет, это гранты на открытие, да, то есть в этом году до 500 тысяч рублей по правилам Минэкономразвития эта сумма увеличена. То есть либо кредит от банка или от фонда возвратные средства, либо грант, столько же. Ну, надо понимать, что банку и фонду необходим залоговый фонд. Не банку, а именно только фонд по итогам обучения на старте, еще не имея даже месяца возможности работы, то есть дается под залоговое обеспечение, поручительство, кредит до 500 тысяч рублей на 2 года. По итогам защиты бизнес-плана, по итогам обучения опять же. Если, допустим, начинающий предприниматель самостоятельно не обучался нигде, но имеет огромное желание, силы, возможности, опыт определенный там, он открывает бизнес, через 3 месяца ведение бизнеса и показывает, если у него по счетам есть определенные обороты, он также может обратиться в наш фонд поддержки предпринимательства. А вот сегодня наши гости в социально ориентированный бизнес представляют 7,5% годовых, это, в принципе, миллион на год. Мы ожидаем, что срок этот будет увеличен с года до трех лет Минэкономразвития сейчас-таки обещание дает, разрешение, так как средства на льготное кредитование у нас приключено в федерального бюджета. Ну, то есть шансы увеличатся. Ольга Николаевна, насколько они востребованы, эти кредиты и гранты? Выбирают? Конечно, востребована комплексность, есть, конечно, да. Ну, насколько я знаю, я сталкивался с Белохолницким, предположим, фондом, то есть есть фонды в муниципалитетах, они работают как агенты еще на областной фонд, как правило, ну, там квоты какой-то нет, но те, кто активно работают в муниципалитетах, они действительно там выбирают многое. И сейчас даже те, кто раньше в фонды не шли в хорошее время, там, жирное время, потому что это небольшие суммы, там, для крупного предпринимателя, они все равно идут, обращаются, эти деньги берут, потому что в банках дорого и недоступно. Ну, этот год особенно показателен то, что ставки процентов в банках поднялись существенно, то наш, это фонд поддержки, мы проценты ставки практически не повышали. А вот вы сказали, что можно молодому предпринимателю взять вот этот льготный займ в фонде, там какое-то условие написания бизнес-плана, то есть что нужно подготовить для того, чтобы его получить? Сейчас мы прервемся на короткую рекламу, через две минуты Ольга Николаевна ответит на этот вопрос. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Разворот на бизнес, уйти от дяди, стоит ли открывать свое дело в кризис? Да, и мы закончили на вопросе о том, что нужно начинающему предпринимателю для того, чтобы получить, ну, какие условия вообще ставятся для того, чтобы получить вот этот вот заемный займ под выгодные условия. Бизнес-план нужно представить или там, ну, поручительство уже говорили, или залоговое обеспечение. Ну, перечень документов исчерпывающий, он размещен на сайте фонда поддержки принимательства, можно через наш портал mbko.ru зайти, вся эта информация присутствует, разделе формы, виды поддержки, раздел финансовая поддержка. Кроме льготных займов, кстати, есть у нас и различные виды субсидий, невозвратные, которые не нужно возвращать. Это субсидируем затраты по уплате первой лизинговой платежа, если предприниматель в лизинг покупает оборудование. В этом году мы запускаем новую программу субсидирования затрат, связанных с приобретением оборудования по прямым контрактам, да, то есть договором 50% до 2 миллионов рублей ориентировочно. То есть возвращаем затраты предпринимателей. Ну, может, эта сумма немножко скорректируется в меньшую сторону, чтобы большее количество предпринимателей могло использоваться. Ну, пока так, постановление готово, всю эту информацию можно получить. Но это больше касается, конечно, производственного бизнеса, которые там начинающие, действующие предприниматели имеют определенные затраты и потребности модернизировать своего производства. Вот если, например, предприниматели начинающие, самозанятые, то, конечно, им такие затраты нет необходимости нести, ни оборудование, ни станки, ни транспорт там какой-то промышленный, да, покупать. Поэтому они могут воспользоваться более мелкими суммами, малыми, и обратиться в фонд. Единственное, конечно, нам необходимы определенные документы, да, то есть, во-первых, свидетельство о регистрации. Мы не даем физическим лицам только однозначно предпринимателей на момент обращения в фонд, даже тот, который прошел обучение и получил вот этот сертификат на получение льготного займа на право. Бизнес-план технико-экономическое обоснование, ну, он достаточно кратко, чтобы было понимание, на что целевое назначение займа. Это однозначно либо это оборотные средства, либо основные, он должен за это отчитаться. Ну, в том числе, да, то есть надо смотреть. То есть вот это нужно доказать необходимость их именно этой суммы, собственное софинансирование, то есть обороты по счету, если они есть. То есть все вот финансовые показатели, чтобы было понятно у фонда, грубо говоря, у кредитного комитета, что деньги это, деньги возвратятся. То есть устойчивое финансовое положение предпринимателя, оно должно быть обосновано. Вот это самое, собственно, главное. Естественно, для того, чтобы подстраховать данную заявку, предприниматель должен предоставить и залоговое обеспечение в виде транспортного средства, либо там, ну, любое приобретаемое, в том числе оборудование можно, ну, и поручительство третьих лиц, пожалуйста. У меня вот вопрос еще. Есть программы в муниципалитетах, уникальные программы, которые, ну, отличались бы от областной, и муниципалитеты сами, понимая, что предпринимательство, это как минимум занятость и рабочие руки, отчисление там НДФЛ, создавали бы спецпрограммы, спецпроекты по развитию, по открытию нового бизнеса. Это, конечно, к сожалению, учитывая дефицит бюджетов местных, любая программа, она должна финансироваться правильно, иначе это получается, ну, просто декларирование каких-то мероприятий, возможно, даже их реализация, но бесплатно, что... Ну, ресурсы, это не всегда деньги, это, может быть, земля. Ну, вообще, конечно, да. Безусловно, вот девушку сегодня рассказывали, да, о том, что есть определенные проблемы в поиске помещения, площадок, если это промышленная площадка необходима, да. То есть это вот все, что касается инфраструктуры, она, конечно, это работа муниципалитетов. Ну, у нас вот 12 муниципальных образований, которые софинансируются из программы государственной областной. Как Моногорода. Да, как Моногорода, Белохолницкий район, Верхникамский, Вятскополянский, город Кирово-Чепецка, Мутнинский район, Оречевский, Подосиновский, Уржумский, Юриянский, Яранский и город Вятские Поляны. Вот, собственно говоря, это те муниципальные образования, которые получают деньги из бюджета, из областного федерального на реализацию их мероприятий. Но мероприятия аналогичные, как у нас, это льготное кредитование, это гранты на открытие по итогам обучения начинающим предпринимателям. Вот, которая с ума говорила. Мы, кстати, не даем гранты по областной программе, они дают своим предпринимателям. И субсидирование лизинга и модернизация в этом году. А из этих перечисленных муниципалитетов какой самый активный? Даже сказала бы, ну, может быть, Уржумск, Кирово-Чепецк. Уржумский район, Кирово-Чепецк, в принципе, Яранский район. Все они у нас, в принципе, стараются. Я бы сказала, может, похуже работа выстроена в Луисском районе. Сегодня как раз встреча была представителя федерального ведомства с представителями Белоклонницкого и Луисского районов по этой теме. Ну, несколько отошли от темы. У меня вопрос такой к нашим гостям. А почему все-таки решили создавать свой новый бренд, а не воспользовались? Есть всегда возможность, я думаю, посмотреть франшизу и, уплатив определенную сумму, уже взять готовую бизнес-модель того или иного. А есть такие франшизы в области, в которой… Есть, их много, и Кирово тоже есть, работающие франшизные предприятия, но это довольно недешево, надо с этого начать. Сама франшиза стоит денег и немаленьких. Даже вот в той сфере, в которой вы сейчас работаете, есть франшиза, я почему-то, ну, видимо, я не знаю об этом совершенно. Вот, кстати говоря, насчет знаю и не знаю. Как вы о себе заявляете, какими средствами вы привлекаете клиентов? Ну, скорее всего, в первую очередь, все-таки до сих пор, наверное, сарафанное радио, потому что к нам до сих пор приходят ученики уже по совету, там, одноклассников, друзей, знакомых, родителей каких-то. Вот в большей степени так. Потому что вот я работала, получается, два года сама в Кирове, и вот у нас, наверное, поэтому очень много репетиторов именно по математике, потому что желающих именно на математику и на физику чаще всего ко мне было очень много. То есть в рекламе как таковой вообще не было необходимости? Я не могу сказать, что необходимости в рекламе нет, наверное, я просто в достаточной степени не знаю, как правильно это делать. Но тогда нужно понять, то есть у вас наполняемость, что называется, полная, или вам необходимо еще кого-то привлекать? Тогда вот вы задумываетесь. На данный момент наполняемость у нас полная, но, естественно, мы собираемся развиваться дальше, поэтому реклама нужна, я не отрицаю. У нас реклама – это вообще больной вопрос. То есть понятно, что мы работаем два месяца, и наполняемость, естественно, не полная. Но реклама, опять же, стоит довольно дорого, поэтому как-то обходимся своими средствами. Тоже сарафанное радио. Голь на выдумке, да, она хитрая. А соцсети, например? Соцсети в первую очередь. Соцсети, уличная реклама, листовки, какие-то мероприятия пытаемся проводить, типа спектакли, например. У нас проходят такие камерные спектакли в детском клубе. За счет чего можно привлекать новых клиентов, которые, может быть, так бы не пришли за нашими услугами, а на спектакль, например, ребеночка привели, и, возможно, там в перспективе останутся. Марина, а вы соцсети используете? Используем, конечно, потому что у нас контингент такой, то есть в основном школьники, старшеклассники, они сами находят себе репетитора, либо в интернете, либо, опять же, по совету одноклассников, поэтому контакт, он вообще один из самых наших продвинутых. То есть даже не родители, сами старшеклассники? Старшеклассники чаще всего сами обращаются, да, уже довольно самостоятельные у нас ребята. С 9 по 11 класс, чаще всего сами. Ну, это самый важный вопрос, который нужно обязательно задать, да, это у нас, у нас буквально остается 3-4 минуты, это заработная плата и обеспечение самих себя. На каком уровне сейчас удовлетворение... И стоит ли вообще начинать? ...находится. Стоило ли начинать? Да. Ну, давай сначала с зарплатой, а потом уже совет, стоит ли начинать, да. Ну, по доходам я могу сказать, что вот ту планку, которую я задала еще вот в сентябре, по-моему, был конкурс молодой предприниматель, я там участвовала, рассказывала, сдавала себе планку на конец года, она была достигнута. То есть план, который у меня был на этот год... А планку как рассчитываете, исходя из собственных потребностей, личных, или туда включается и развитие бизнеса, еще что-то? Планка рассчитана с учетом того, что мы только начинаем, во-первых, развиваться, то есть, естественно, какие-то незаоблачные суммы. Ну, в общем-то, хватает... На что? Хватает на что? Хватает на то, чтобы себя обеспечить, хватает на то, чтобы отложить на развитие центра, то есть, потому что, естественно, мы сейчас на таком довольно начинающем этапе, то есть денег нужно, и нужно много, естественно, на государство тут мы не рассчитываем, поэтому больше этих денег все-таки уходит на то, чтобы... на дальнейшее развитие. Маша, у вас как... ну, то есть, кэшфлоу уже какой-то сформировался, я понимаю, что еще пока далеко там от идеала, но... Вы сначала про вопрос, надо ли начинать. Ну, в общем, да. Надо ли? Я считаю, что надо. Если нет амбиции заработать все деньги мира, то надо заниматься тем, что тебе нравится. То есть, я заниматься вот этим могу в основном в рамках собственного какого-то дела. Это, во-первых. По поводу зарплаты. То есть, ну, понятно, что сейчас мы работаем в ноль. Это тоже хорошо. Да. Это хорошо. Это неплохо, учитывая, что второй месяц работы... В ноль, в смысле, вы получаете ноль? Или все-таки есть отдача материальная для каждого из участников? Для участников пока нет. То есть, тут такие уже коммерческие вопросы, конечно. Но в любом случае, даже сейчас много читаю, и, в принципе, первый год работы детского центра, если он срабатывает в ноль, это уже неплохо, в общем-то. Потому что раскрутка идет довольно небыстро, и потом где-то плюсом, допустим, 30% в следующий год. Ну, какие-то вот такие примерные цифры. То есть, мы, в принципе, знали, на что шли. Ну, понятно, что обеспечивать себя приходится разными способами. Это так сказать. Готовы этот год ждать, да, прежде чем будет какая-то доходность сформирована? Да. Это вы основатели клуба, что называется, а те педагоги, которые... Естественно, все получают зарплату, конечно. Все, все единомышленники, все собираются. Вот мы не дали ответить, я не дала ответить Марине на вопрос, стоит ли начинать, Марин. Ну, на самом деле, мне кажется, что это зависит от качества человека. Кому-то, наверное, лучше работать на дядю. То есть, удобнее, стабильнее, в этом есть свои плюсы. Кто-то, вот, действительно, если нравится, если хочется, если ты понимаешь, что это твое, то, наверное, стоит что-то свое открывать. Ну, вот мы посмотрим, какая ситуация сейчас на сайте эхо-кирова.ру и в нашей группе ВКонтакте. На вопрос, что бы вы предпочли в кризис, на сайте эхо-кирова.ру ситуация не изменилась, только увеличилось количество людей, которые предпочитали бы в кризис работать в стабильной компании на фиксированной зарплате, 69%, и 30% с небольшим работать по найму и иметь свой бизнес. Никто не выбирает ответ работать на себя. ВКонтакте 54% работать в стабильной компании на фиксинге, работать на себя 34%, и 11% работать по найму и иметь свой бизнес. Вот такая ситуация. Мы сейчас уйдем на новости, уйдем на тематические программы рекламы. Я благодарю Марину Брусову и Марию Петухову за участие в программе, не прощаясь с Ольгой Чаузовой, заместителем главы Департамента развития, предпринимательства и торговли Кировской области. В следующем часе мы будем говорить совершенно о других видах бизнеса, тоже стартапы. Вопросы, думаю, ставить будем в большинстве те же самые. Да, да, у нас такой своеобразный ликбез и знакомство с знакомыми слушателями, со смелыми людьми. Сейчас прервемся, в начале следующего часа вернемся. Субтитры создавал DimaTorzok